меня зовут виталий но еще раз добрый вечер коллеги сегодня мы с вами познакомимся с таким типом данных как словари в питоне обращаю ваше внимание что лекцию буду вести с помощью такого инструмента как юпитер ноутбук это среда которая позволяет сразу браузере запускать код то есть можно сразу здесь выполнять здесь различные описания можно делать то есть достаточно удобная штука как раз таки для ведения таких онлайн лекций ну на мой взгляд ну давайте познакомимся словарями ну прежде чем ввести понятие словарей давайте подумаем что для каких задач могут понадобиться такие такая структура данных наверняка вы все в курсе про списки да это у нас просто перечисление каких-то объектов в питоне давайте представим нам нужно сохранить такую структуру данных точнее такие данные как режиссеры и название фильма да то есть на одного режиссера по одному фильму ну на на взгляд самый такой простой способ это сохранить список кортежей да то есть у нас будет кортеж который содержит в себе первым элементом режиссера ну либо фильма вторым элементом собственно название фильма в принципе можно как угодно хранить вот соответственно такая структура какие плюсы у этой структуры на самом деле плюсов тут мало да понятно что мы можем сохранить достаточно большой объем информации но естественно мы хотели бы быстро эту информацию получать допустим нам нужно найти фильм по режиссеру давайте запустим код чтобы у нас список сформировался то есть мы выделяем блок и запускаем код дальше ну и давайте нам нужно найти режиссер дэвида лича который у нас есть в нашем карт списке кортежей соответственно мы итерируемся по нашему списку обратите внимание здесь две перемены то есть я сразу распаковываю кортеж и проверяю если у меня первый элемент кортежа равен требуемому элементу который я еще то я сразу вложу на печать фильм и соответственно заканчиваю поиск на то есть проверяем да действительно есть такой фильм давайте допустим ошибку фамилии режиссера соответственно да у нас not found обратите внимание также на такую структуру использования цикла for то есть можно использовать else как бы достаточно не стандартное такое как бы поведение на самом деле то есть вот этот else выполнится только в том случае если форм выполнился для всех элементов то есть если не было брейка то есть если не было брейка то мы уверены что элемент не найден и соответственно да можно спокойно секции else вывести not found что элемент не был найден если же цикл прорвется брейком else никого не выполнится вот ну в принципе такой достаточно стандартный цикл поиска элементов но мы должны понимать что чем больше у нас будет элементов в списке тем дольше у нас будет поиск производиться ну в среднем в наих лучшем случае это поиск считаться за линейное время хотелось бы все-таки побыстрее так вот как раз таки словарь позволяет осуществлять поиск элементов за ожидаемое константное время почему за ожидаемое то есть иногда бывают провалов производительности но в целом всегда за единицу времени находится элемент то есть время не зависит от размера словаря ну словарь можно назвать неупорядочной коллекции произвольных объектов с доступом по ключу давайте рассмотрим каким образом словари вообще создаются давайте начнем с пустого словаря создать его можно двумя способами первый способ это просто указать пустые фигурные скобки да без ничего второй способ это создать ну позвать функцию дикт точнее если даже это не функция создать объект класса дикт в обоих случаях да у нас будет пустым словарем давайте проверим запустим эту секцию на выполнение но его действительно мы получаем два словари когда тут пустых а вот у нас один словарик пустой и второй словарик пустой соответственно второй способ создания словаря это прям перечисления значений первый способ да тут тоже доступно два способа перечисления первый способ опять же мы использовать фигурные скобки дальше мы должны с вами перечислить ключ двоеточие значения и через запятую собственно все ключи со значений то есть у нас район джонсон дэвид лич и гай рич собственно режиссер это будет ключами название фильмов это собственно значение нашего словаря вот второй способ перечисления опять же используя ключевое слово дикт но здесь все немножко не очень ожидаемо себя ведет данное перечисление обратите внимание что я перечисляю здесь задают два ключа а и c на и кладу значение first и second давайте проверим да все хорошо но обратите внимание вот на такую вещь в данный момент у нас создался словарик да и про второй сейчас говорю словарик где у нас ключи также получились строковыми да несмотря на то что я указал просто а обесковой чик и c тоже строковый что будет если например положить сюда вместо буквы число например 2 давайте посмотрим ну на самом деле да будет ошибка синтаксическая то есть здесь ожидается все таки какой-то буквенный символ хорошо давайте посмотрим на верхний пример здесь у нас с вами в качестве ключа строчка с пробелом давайте попробуем создать строчку с пробелом и опять же мы сейчас увидим что это тоже ошибка то есть здесь мы с вами можем создавать ключи только лишь из букв без пробельных символов на мой взгляд достаточно неудобный способ поэтому этим способом я рекомендую конечно же не пользоваться вот ну тем не менее данный способ конечно же есть вот следующий способ создания словаря это из списка кортежей мы с вами наверху определили вот этот вот списочек который состоит из с кортежей и кортеж состоит из двух элементов обязательное до условия что в кортеже два элемента и таких кортежа может быть сколько угодно вот если мы попытаюсь создать словарь таким вот образом дикт и внутрь дикта передадим собственно это кортеж directors то будет создан словарь да то есть каждый первый элемент кортежа станет ключом каждый второй элемент кортежа а станет собственно значением это по этому ключу вот собственно можно передавать не заранее созданные карты списки кортежи а прям на лету записывая значения на давайте посмотрим как у нас получится ну и вот мы с вами получили собственно два ожидаемых словаря а вот у нас ключи со своими значениями и соответственно здесь то же самое там мы с вами получили словарь из трех элементов собственно здесь уже ключи у нас это целые числа вот дальше есть еще один способ создания словарей так называемый генератор словарей очень похожий на генератор списков если кто-то знаком единственное отличие вот в этой вот конструкции а то есть мы должны указать здесь что будет являться ключом а что будет значением да ну и понятно что нужно обернуть не в круглые скобки а фигурные скобки указать что это у нас с вами словарь а то есть данный случай легко заметить на создастся с вами словарь который ключами будут целые числа от 0 до 10 не включительно а значение будут собственно соответствующие кубы соответствующих ключей на давайте посмотрим ну действительно все получилось но опять же как и в генераторе списка здесь можно использовать условия например мы хотим создать кубы только лишь четных чисел да соответственно мы можем задать условие да что наш элемент и из рейнджа обязательно должен делиться на два без остатка и соответственно получаем словарь четных чисел их кубов на вот такой вот словарик на этот основные способы создания словарей пустой словарь перечисление значений создание словаря из списка кортежей и генератор словарей этот четыре основных способа ну обычно в практике очень часто используется следующее следующее заполнение словаря то есть мы создаем изначально пустой словарь а потом уже читаем откуда нибудь данные неважно там из ввода из сети из файла и потихонечку кладем их словарь на соответственно давайте рассмотрим как работать с словарями так коллеги по данной секции как создавать словаре есть вопросы может быть что-то нужно прояснить попрошу в чате писать как бы я буду постараться отвечать на вопросы так ну видимо вопросов нету ну давайте тогда перейдем к следующей секции это использование работа со словарями он первое что можно делать со словарями это искать получать доступ к элементу словаря а по ключу на вот мы с вами еще раз давайте создадим словарь на я буду использовать метод создания словаря из списка кортежей а вот и дальше собственно как получить элемент даму как мы указываем имя словаря квадратные скобки обращаю ваше внимание и дальше ключ соответственно если ключ у нас присутствует словаре то мы получим собственно необходимый элемент да действительно давайте еще здесь выведу на экран весь словарь а чтобы было понятно что происходит да вот у нас есть словарь и вот мы с вами видим что действительно да есть такой фильмер такой режиссер в нашем словаре мы выведем значение то есть название соответствующего фильма давайте попробуем обратиться к несуществующему ключу да мы с вами видим что джеймс и камерона у нас нет такого ключа давайте запустим код на выполнение и соответственно сразу же мы получаем error да и error то есть ошибка ключа то есть ключ отсутствует да и у нас такого ключа нет поэтому программа будет падать с ошибкой да эту ошибку можно обработать соответствующим образом ну а можно принципе не допустить ее появление соответственно чтобы не допустить обращение к несуществующему ключу хотелось бы уметь проверять наличие или отсутствие ключа в словаре а для этого есть операции in операции инь проверяют наличие ключа в словаре данном случае до проверяем на наличие ключа давид лич в словаре d и нод in соответственно отсутствие ключа в словаре relativHmm вот давайте посмотрим что в у данном кусочки кода мы с вами проверяем наличие отсутствия ключа david личи наличие отсутствия ключа джорджа лукас Ну, мы с вами знаем, что Дэвид Лич у нас есть в словаре Вот он у нас А Джорджа Лукаса нету, да, поэтому, соответственно, его не будет А отсутствие выведет true Давайте посмотрим Ну, действительно, получаем вполне ожидаемый ответ Что у нас он есть, не отсутствует А вот Дэвида Джорджа Лукаса у нас с вами в словаре нет Получили false Поэтому, чтобы не допустить ошибки по несуществующему ключу Желательно все-таки проверять, существует у нас ключ в словаре или нет Ну, конечно, существуют, на самом деле, другие способы, как это обойти Мы с вами сегодня об этом поговорим Вот, значит, это такие операции Еще раз доступ по ключу Собственно, как вытащить значение словаря И проверка Так вот, в отличие от списков, где у нас тоже есть проверка Наличие элементов в списке Проверка в словаре работает за константное время То есть, не зависит от размера словаря В то же самое время проверка наличия элементов в списке Всегда зависит, конечно же, от длины списка И в целом происходит за линейное время Вот, и доступ по ключу тоже происходит очень быстро Вне зависимости от размера словаря Следующее, как, собственно, изменить значение Не ключа, а значение в словаре Ну, на самом деле, тут все просто Опять же, мы обращаемся к ключу По ключу и записываем то новое значение Если данный ключ у нас уже существовал Да, давайте вот здесь вот выведем Print D Если данный ключ у нас существовал То значение просто будет перезаписано Да, то есть, вот в этой строчке, в третьей Мы просто обновляем То есть, меняем название фильма В четвертой строчке у нас С вами ключа Джеймс Кэмерон не существовало Да, Артем, я, конечно, понимаю Да, Dict Get Я об этом чуть позже расскажу Как бы просто Я к этому как раз-то и веду Спасибо за вопрос Точнее, не за уточнение На самом деле, Dict Get Это не единственный способ Мы сегодня об этом увидим Вот, соответственно Джеймс Кэмерон У нас такого ключа не было Поэтому ошибки здесь никакой не будет У нас просто создастся новый ключ Давайте посмотрим Как это произойдет Да, то есть, вот у нас с вами старое Значение словаря Да, мы видим здесь еще старый фильм Меч Короля Артура у нас И после того, как мы с вами перезаписали По соответствующему ключу у нас здесь поменялось значение И добавился новый ключ Джеймс Кэмерон Вот, соответственно Таким образом мы можем изменять значение И добавлять новые Да, и соответственно Если мы используем доступ к ключу В левой части выражения Это никогда к ошибке не приведет Да, то есть, если у нас с вами ключ был Он просто перезапишет свое новое значение Если ключа не было То, соответственно, этот ключ добавится Словарь Ошибки Еще раз повторяю Если у нас доступ к ключу слева Никогда не будет Ну, давайте рассмотрим пример Да, вообще-то Как для чего можно использовать словари Например, у нас есть некая строка Да, которая содержит произвольный набор символов Нам нужно посчитать Сколько раз отдельный символ Входит в данную строчку Соответственно Мы с вами создаем пустой словарь Да, вот Дейрону дикт Дальше мы пробегаемся Итерируемся по строке Да, то есть без индекса Опять же итерируемся То есть мы перебираем все символы И мы проверяем Если символу соответствующего Еще нет в словаре Да, ключа такого То мы просто кладем Создаем соответствующий ключ И значение равно единичке Если же у нас ключ существует То мы увеличиваем значение Вот И, соответственно, получаем вот такую вот штуку С одной стороны Как Артем заметил правильно Можно использовать GET Есть еще другие способы Чтобы избежать постоянной проверки Но по своему опыту хочу сказать Что я проводил эксперименты Замерял время выполнения Собственно Различных способов Вот этот способ будет Самый быстрый Да, то есть когда мы сами Вручную проверяем наличие элемента GET будет работать чуть-чуть медленнее Этого способа DEFAULT DICT Да, мы об этом точно поговорим Будет работать совсем медленно В данной ситуации Но, конечно, это будет более удобный Красивый код Но более медленный Вот это же реализация Самая быстрая Мы к этому примеру Еще сегодня будем возвращаться Будем его переписывать немного Использовать другие способы И посмотрим Что будет в нем меняться Вот Следующее Что мы можем делать Со словарями Ну, опять же Словари, как и списки Являются иммутабельными То есть изменяемыми Объектами в питоне Поэтому, чтобы создать Копию словаря Недостаточно просто присвоить Этот словарь Новые переменные Да, то есть, например У меня есть словарь D Вот я его создаю Опять же заново И я хочу сделать так Чтобы у меня появилась Его копия Если я напишу А равно D Это будет в корне неверно Потому что У нас новый словарь Здесь никаким образом Не создастся У нас создастся Просто лишь новая ссылка На этот же словарь И, соответственно Что бы мы не делали Со словарем D А у нас тоже будет меняться Ну и наоборот Если мы будем работать Со словарем A D тоже будет меняться Да, то есть Давайте эту строчку Закомментируем Давайте посмотрим Что произойдет Да, вот Мы забыли о том Что надо копировать Мы просто присвоили А равно D И давайте применим Метод clear Это метод, который Очищает словарь И выведем на печать A и D Ну и на самом деле Мы увидим Что и словарь A И словарь D У нас почистились Оба Да, потому что На самом деле Это один и тот же словарь Это просто две разные переменные Указывают на него Поэтому не забываем о том Что Словарь все-таки Нужно копировать Да И вот в данном случае Когда мы Сделали именно копию словаря Мы с вами Почистили словарь D Вывели на печать A и D И увидели Что A у нас Это собственно Остался неизменным А D почистился Но опять же Хочу обратить внимание На данный метод Он делает только лишь Поверхностную копию Да, неполную по сути Потому что Если у нас В качестве Значения В словаре Будут лежать Более Сложные Структуры Там списки Другие словари И так далее То тем не менее Вот эти значения Все-таки Останутся ссылками И соответственно Там тоже Возможны Некоторые нюансы Когда у нас данные Будут Лежать по сути В одном месте А словарь Просто будет указывать Лишь Две ссылки Просто будут На эти данные Но для этого У нас есть модуль Копи В питоне Можно использовать Дип копи Метод этого Модуля Для создания Полной Глубокой копии Но это выходит За рамки Нашего сегодняшнего Занятия Точнее вебинара Об этом Можно прочитать Документации Как создать Глубокую Глубокую копию Объекта В питоне Дальше Соответственно Удаление элементов Существует Несколько способов Я буду говорить Сейчас только О методах Потому что у нас В принципе Есть Инструкция Дел Которая может Удалять все Что угодно В том числе И элементы Словаря У нас есть Метод PopItem Особенность Данного метода В том что Мы точно Не знаем Что он удалит На самом деле Да То есть Так как у нас Словарей в питоне Это неупорядочная Коллекция Да Мы не знаем Какой элемент Где находится Да Мы можем Только лишь Предполагать PopItem Пытается удалять Все таки С конца Элементы Словаря И Если В принципе Провести некие Эксперименты Да Сейчас А то мы Сами увидим Что Мы начнем Удалять Так у нас Item Вот этот Словарик С режиссерами И фильмами И давайте Посмотрим Да Значит PopItem Удаляет Элемент И возвращает Его Поэтому В данный момент Дел Итем Будет лежать Удаленное Значение Давайте Посмотрим Что у нас Удалится Ну И как мы Предполагали Удаляется Последний Элемент Гай Ричи Метод Меч Короля Артура Вот Но в принципе Мы не можем Быть уверены Что будут Удаляться Именно Последнее Значение Об этом В принципе Нигде Не говорится То есть Удаляется Некоторое Значение Из словаря Поэтому В принципе Данный Метод Наверное Не очень Удобен Честно Говоря Я в своей Практике Его никогда Не использовал Следующий Метод Удаления Это удаление По ключу Соответственно Это метод Поп И мы Передаем Ему Ключ Соответственно Опять же У нас Удаляемое Значение Возвращается В данном случае Кладется Не кортеж Удаляемый А кладется Просто Значение То есть В данном случае У нас Будет С вами Давайте посмотрим Что произойдет У нас Ну вот Мы с вами Удалили Ключ Райан Джонсон Он нам Вернул Значение Название Фильма И словарь Теперь Это один Единственный Элемент То есть У нас С вами Все хорошо Ключ Был И все Удалилось А теперь Давайте Еще раз Выполним Этот же Кусочек Кода Ключа У нас Уже Такого Нет В словаре И соответственно Опять же Возникнет Ошибка Keyer Но В данном случае Ее достаточно Легко поправить Эту ошибку У нас У метода Поп Есть второй Аргумент И мы Можем сюда Например Положить Какое специальное Значение Например Нам Что произойдет Если ключа У нас Не будет В словаре Данного То метод Поп Вернет Вот это Вот Второй Второй Аргумент То есть В данной Ситуации Ошибки Не будет То есть Мы пытаемся Удалить Из словаря Несуществующий Ключ И поэтому Метод Поп Вернет Значение None И когда Мы выйдем На печать DelItem Действительно Мы увидим Что у нас Лежит С вами None В этой переменной Словарь Остался Без Изменений Ну Я еще Говорил Что у нас Есть еще Один способ Удаления Который Не относится Собственно К словарям Это метод Del Точнее метод Это инструкция Del Мы можем Удалить Таким образом То есть Мы просто Указываем Словарь И Ключ Который Хотим удалить Но Нужно понимать Что данный метод Данная инструкция Ничего не возвращает Она просто Удалит Просто удалит Элемент Все И Соответственно Мы Даже Не будем Знать Какое Значение Мы удалили Мы же Только Знаем Какой Ключ Удалили То есть Все Словарь А у Нас Пустой После Так как Мы удалили Последний Элемент Вот Ну и Понятно Что Если Мы попытаемся Еще раз С помощью Инструкции Del Удалить Что-то Несуществующее То Опять же Возникнет Ошибка Keyer И вот Данную Ошибку Уже Будет В данном Контексте Можно Будет Обработать Только С помощью Блока Try Здесь Уже Ничего Дополнительного Мы Дописать Не Можем Вот Соответственно Давайте Посмотрим Дальше Что Еще Мы Можем Делать Со Словарями На Сам Деле Очень Полезный Метод Это Обновление Словаря То Есть У Нас Есть Некий Словарь Мы Хотим Обновить Сразу Много Ключей И Возможно Даже Дописать Новые Для Этого Существует Метод Update То есть Мы Давайте Создадим С вами Словарь На Основе Списка Кортежей Который Мы Определились В самом Начале Вебинара Есть Есть Метод Update Что Он Может Принимать Он Может Принимать Себя Собственно Два Объекта Первый Объект Это Список Кортежей То есть Напрямую Указанный Либо Вот Я Здесь Опять же Просто Передаю Перемену Которую Указывает На Список Кортежей То Что Произойдет То Он Из Этого Списка Кортежей Будет Делать Словарь И Если То Вот У нас Получается Мы Берем Первый Кортеж То Первый Элемент Это У нас Нулевой Это У нас Будет Ключ Следующий Элемент Будет Значением И Если У нас Такой Ключ Был Уже В словаре То Он Его Перезапишет Просто Обновить Значение В данном Словаре У нас Гай Ричи Есть В нашем Словаре Мы Просто Обновим Название Фильма А Джеймса Кэмерона На словаре Нету Поэтому Будет Просто Добавлен Этот Элемент Вот Соответственно Таким Образом Мы Передали Список Ортежей И Обновим Давайте Посмотрим Что у нас Произойдет Давайте Закомментирую Эти Строчки Чтобы Не было Много Лишнего Вывода Давайте Посмотрим Вот У нас Первой Строчки Вводится Старый Словарь Который Мы Создали И Мы Обновляем Видим Что у нас Добавляется Новый Ключ Джеймс Кэмерон Со своим Значением И Ключ Гарич У нас Перезаписался Вот Соответственно Достаточно Удобный Метод На практике Достаточно Часто Используется Особенно Когда Нам Нужно Накинуть Конфиги То есть Хранить Какие-нибудь Переменные Окружения Или Конфигурацию Нужно Часто Обновлять Значения То есть Перечитать Файл Конфига Вместо Чтобы Создавать Словарь Заново Мы просто Будем Называть Метод Update Очень Удобная Штука На самом Деле Дальше Я говорил О том Что можно Передавать Переменную Указывающую На список Ртежей И На самом Деле Можно Передавать Метод Update Словарь Словарь То есть Что Произойдет Опять У нас Элементы Которые Есть Перезапишутся Элементов Которых Нету На данном Сочи Роун Теймер Просто Добавится Давайте Посмотрим Вот Это Можно На самом Деле Убрать Строчку Несильно Нужна Да Вот Смотрим Что У нас Получается У Джеймса Кэмерона Поменялось Название Фильма С День Независимости Вот Собственно Достаточно Удобная Штука Следующий Метод Это Метод Get На самом Деле Действительно Данный Метод Позволяет Код Сделать Более Лаконичным И Простым Но Опять Повторюсь Будет Работать Чуть Медленнее То есть Мы Опять Ж Возвращаемся К Данному Примеру То есть У нас Есть Строка Нам Нужно Почитать Количество Символов Первым способом Мы все Сами Проверяли Вторым способом Мы воспользуемся Методом Get В чем Особенность Метода Get Если мы Обращаемся К существующему Ключу То он Просто Вернет Значение По Данному Ключу Если же Мы Обращаемся По Несуществующему Ключу Он Вернет Значение По Умолчанию В данном Случше Значение По Умолчанию Это 0 Соответственно Если Значение По Умолчанию Не будет То Что будет В данном Случше У нас Происходить То есть Мы Пробегаемся По Всем Буквам И Создаем Словарь То есть Мы Обращаемся К Соответствующему Элементу Понятно Что При первом Проходе У нас Элементов Нет Поэтому Будет Возвращено 0 И так как Это у нас Элемент Который Встретился Первый Раз Мы Сразу Прибавляем Количество Раз Сколько Он Встретился Давайте Запустим Данный Код Ну Вот Все Действительно Все То же Самое Мы Получили То Есть Конечно Метод Get Он Позволяет Сделать Код Более Простым И Лаконичным Чем Проверки Вручную Вот На самом деле Код Можно Сделать Еще Проще И Увидеть Сегодня Как Это Сделать Следующее Это Очень Важные Методы Так Называем Методы Представления У Нас В Питоне Есть Три Метода Представления Для Словарей Это Ключи Значения И Собственно Метод Items Который Возвращает Кортежи Ключей Значений Но Данные Методы По сути Не содержат Внутри Себя Никаких Данных Они Просто Лишь Указывают То есть Метод К Указывает Просто На ключи Валюс На значение Итемс На Кортежи Соответствующие То есть Если У нас С вами Словарь Поменялся То методы Представления Точнее Не методы А переменные Которые Мы создали По сути Тоже Поменяются Смотрите Давайте Создадим Словарик Опять же На основе Кортежа И Создадим Три Представления Ключи Значения И Собственно Пару ключей Значения Выведем Их На печать А затем Поменяем Словарик Обновим Запишем Туда Один Новый Ключ И Один Ключ Обновим И Выведем Снова На печать Обращаю Ваше Внимание Что Новые Представления Мы Делать Не будем Будем Работать С теми же Представления И Что Мы Увидим Это У нас Не Специальные Типы Данных Это Представления Мы Создали Представления Кейс Это Дикт Кейс Вот У нас Ключи После Словарь Обновили У нас Появился Новый Ключ При Этому Мы Кейсом Ничего Не Делали Но Тем Не Менее Представление Обновилось Здесь Появился Новый Ключ То же Самое Со Значения Вот Значение Дикт Валюс Представление После того Как мы Обновили Словарь У нас С вами И обновились Все значения Хотя Валюс Мы не трогали И то же самое С парами С кортежами Обновляется Все То есть Мы один раз Создали Представление Затем Они Меняются Вместе С словарем А если же Мы не хотим Чтобы представления Менялись Понятно Нужно Обернуть Либо В лист Либо В тупол Давайте В лист Обернем То есть Смотрите Что Произойдет Сейчас Вот Я Представление Кейса Обернул В лист То есть На основе Представления Будет создан Список Давайте Посмотрим Вот У нас Создался Списочек Это уже Не представление Это уже Как бы Отдельная Отдельная Переменная Которая Уже Смотрит На свои Собственные Данные И после Обновления Словаря Мы снова Вводим Кейс На печать Ну и У нас Как мы Видим Ничего Не Поменялось То есть Как Был Три Элемента Так Они Остались Потому Что Мы Обернули В лист И это Уже Не Представление Вот Но Тем не менее Представление Достаточно Удобные Штуки Мы Плавно Переходим К следующему Моменту Нашего Бинара Это Итерирование По словарю Итерироваться Можно Четырьмя Способами По словарю Можно Просто Итерироваться По Прям По словарю То есть Просто For L In D Давайте Посмотрим Я специально Здесь Указываю В качестве Концевого Символа Запятую С пробелом Чтобы Все В одну Строчку Вводилось Соответственно Что мы Видим На самом Деле Когда мы Итерируемся Просто По словарю Как вы Можете Заметить Мы Получаем Доступ Только Лишь Ключам Поэтому В принципе Мы Можем Конечно Ж Обратиться Таким Обратом То есть DL На это Мы Получим Доступ И К Фильму К Самим Значением Но В принципе Если Мы Итерируемся По словарю Мы Получаем Только Лишь Ключи Понятно Что Можно Итерироваться По Представлению Ничем Не Отличается От Предыдущего Способа Мы Получаем Все Те Ж Самые Ключи Следующий Способ Это Итерирование По Значениям Соответственно Здесь Мы Получаем Только Лишь Значения Данный Метод Хорош Только В том Случай Если Нам С вами Не Нужны Ключи Вообще Ни В коем Виде То есть Если Нас Ключи Не Сильно Интересуют Нам Нужны Только Лишь Значения То Этот Метод Очень Подойдет А если Нам Ключи Нужны То Итерирование По Методу Values Нам Не Сильно Подойдет И последний Способ Итерирования Это Итерирование По Методу Items Соответственно Что Мы С вами Получим Мы Получим Вполне Ожидаемые Кортежи То есть Пара Ключ Значения Вот Это Три Точно Четыре Различных Способа Итерации По Словарю Ну правда Первый и второй В принципе Ничем Не Отличаются Ну И у нас С вами Есть Еще В принципе Функция LN Которая Позволяет Вычислить Количество Элементов В словаре То есть Сколько У нас С вами Элементов Вот Вопросы Есть По Используем Словарей По Методам Словарей Мы Сейчас Перейдем К следующим Вещам Если У вас Есть Вопросы Можете Их Писать В чатике Я Постараюсь На них Ответить Так Ну Видимо Вопросов Нету Давайте Посмотрим Хотелось Бы Уметь Сортировать Словарей Соответственно Понятно Что У нас Есть Метод Сорт У списков Который Умеет Сортировать Списки И Есть Функция Сортед Которая Умеет Сортировать Любые Итерируемые Коллекции Так У нас Словарь Является Итерируемой Коллекцией То Вполне Логично Что Сортед Можно Применить И Для Сортировки Словаря Но Не забываем Что Сортед У нас Вернет Список Кортежей Соответственно Но Это не проблема Мы можем Вернуть его Заново В дикт И создать Соответственно Ну и создать Новый словарь Соответственно Сортировать Словари Можно Двумя Способами Так Олег Получить Ключи По значению Можно Нет Олег Придется Полностью Итерироваться По всему Словарю И И Искать Нужные Значения Соответственно Когда мы Найдем Мы Получим Ключ То есть Проще Нельзя Это в любом Случа Перебор Сего Словаря То есть Мы Пробегаемся По всему Словарю Находим Нужное Значение И Получим Ключ 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 Картеж Картеж закомментирую, чтобы не было много вывода. Соответственно, что мы делаем? Мы сортируем, да, то есть мы сначала вызываем этот items, сортируем данное представление и оборачиваем в dict, да, то есть мы заново создаем словарь. Давайте посмотрим. Ну и действительно видим, да, что у нас с вами данный словарь сейчас отсортирован по ключам, да, то есть Гай Рич, Дэвид Лич, Райан Джонсон, да, то есть отсортирован по ключам. Но иногда встречаются задачи, когда нужно отсортировать, собственно, по значениям. Ну, метод sort, опять же, нам тоже подойдет. Единственное, здесь нам придется указать ключ сортировки. Ключ сортировки это функция, которая должна вернуть значения, которые мы будем сравнивать. Так как мы хотим с вами сравнивать вторые, ну, точнее, как бы, знать вторые элементы кортежей, то мы должны это явно указать. У функции sort есть параметр key, да, ключ сортировки. Мы должны с вами создать функцию. Ну, я предпочитаю такие, ну, скажем так, в таких примерах создавать лямбда функции, да, чтобы не загромождать пространство имен. Да, создаем безымянную функцию. Она принимает на вход x. Что такое x? На самом деле x это элемент, элемент вот этого вот представления. То есть x это кортеж, кортеж из items. То есть у него нулевой элемент это, собственно, ключ, а первый элемент это значение, да, поэтому мы говорим, что нам нужен x1, то есть нам нужно само значение. Вот, соответственно, sorted поймет, что ему нужно сортироваться уже не по нулевому элементу кортежа, а по первому. И, соответственно, в данном случае отсортируют наши кортежи по значениям, да, словаря. И дальше мы опять же это оборачиваем в дикт и получаем словарь. Давайте посмотрим, что у нас получится. Ну и вот мы видим с вами, что во втором выводе у нас с вами словарь отсортирован по значениям. То есть дает пол звездного воина, затем меч короля Артура. Вот, да, отсортировка словаря. То есть функция sorted нам, в принципе, помогает. Но не забываем, что опять же все это не очень быстро будет, потому что нам приходится пересоздавать словарь. То есть в любом случае создание словаря занимает линейное время. Несколько значений – это про что, вы сейчас спрашиваете, Олег? Несколько значений – это имеется в виду для сортировки. Ну, можно передавать несколько значений, да. То есть мы можем сказать, что сначала… То есть, например, если у нас есть одинаковые значения, да, соответственно, мы можем сказать, что потом по значениям посортировал, если одинаковые нашли, можно по нулевым, то есть по ключам. Вот. Ну, в принципе, здесь может быть достаточно сложное выражение, да, как сортировать. То есть у нас же могут быть в качестве значения словаря списки, да, и мы можем там, в принципе, и по первому элементу списка значения, там, или по последнему, то есть как угодно сортировать. То есть сорта достаточно мощная штука, но это, наверное, не совсем входит как бы в рамки нашего вебинара сегодняшнего. О нем можно долго говорить о том, как он работает и как он сортирует. Вот. Вот. Я все привожу по достаточно примитивные примеры, как посортировать простые словари по ключам и по значениям, собственно. Вот. Ну, давайте теперь, собственно, немного поговорим о ключах, да. Ключами могут быть только лишь неизменяемые, то есть иммутабельные данные, например, строки, числа, кортежи, да. Давайте вот попробуем создать словарь, у которого ключом будет список, да, вот список 1, 2, 3. И, соответственно, мы получаем type error, unhashable type. Что значит unhashable type? Это значит, что от этих данных, да, от этого значения нельзя посчитать хэш, потому что данные у нас изменяемые. То есть их можно на лету менять, да, в памяти. Соответственно, так как словарь все-таки это хэш-таблица, то хэш от ключа должен считаться, да. И в данном случае, так как мы хэш от листа посчитать не можем, соответственно, у нас с вами данный словарь создать нельзя. Да, еще раз обращаю ваше внимание, почему это сделать нельзя. В курсе, что списки у нас изменяемые, да, то есть мы можем поменять, например, один элемент списка, и возникает вопрос, что же тогда будет ключом, да, какой, если он был списком, то, а потом его поменяли. То есть у нас, получается, поменяется ключ. А это, в принципе, для словаря недопустимо, то есть ключи меняться не должны. Вот. Также есть один нюанс, связанный с использованием вещественных чисел в качестве ключей словаря. Я настоятельно не рекомендую использовать вещественные числа в качестве ключей, да. Сейчас объясню, почему, да. Опять же, это связано с проблемой вычислений с плавающей точкой. Давайте приведу такой простой пример. Соответственно, давайте создадим словарик, у которого всего один ключ, да, это один ноль вещественные числа, и лежат какие-то данные, там строка. Давайте создадим переменную a, равна один ноль, и выведем print p от a. Давайте пока закомментирую. В данном случае все будет достаточно хорошо. Да, у нас есть такой ключ, все отлично. А теперь предположим, что у нас с вами есть некая переменная b, которая, кстати, тяжелых каких-то вычислений, да, вычисляется, и по идее такой ключ у нас должен быть в словаре. Да, то есть в данном случае я десять раз прибавляю одну десятую. С математической точки зрения это единичка, и такой ключ у нас есть, но все не так просто. Давайте попробуем запустить код, и мы с вами видим, что у нас получается ошибка. Да, опять же, эта ошибка связана с представлением вещественных чисел в памяти. Вот, мы сейчас не будем рассматривать, почему это происходит, да, то есть просто в этом контексте вы должны понимать, что вещественные числа, хоть и Python разрешает использовать в качестве ключей, но это плохая практика, потому что у вас могут возникать ошибки, и вы будете долго понимать, почему же они у вас произошли. Потому что с точки зрения математики все хорошо, а с точки зрения компьютера все не очень хорошо, да, и у нас с вами не единичка, а девять в периоде. Вот, поэтому обычно в качестве ключей все-таки используют строки и целые числа, и на самом деле иногда бывает удобно использовать кортежи. Да, ну, как бы я не часто это делаю, иногда приходится, например, когда нам нужно, например, сохранить данные о координатах городов, да, соответственно, долгота и широта и долгота, да, у нас с вами, собственно, ключом будет кортеж, это широта и долгота, а значением это будет корот, да, или наоборот, нам нужно, ну, не наоборот, а нам нужно хранить, например, точки на координатной плоскости, да, то есть ключом может быть, собственно, точка x, y, ну и какие-то данные, которые к этой точке относятся. Вот, но опять же, это такой искусственный пример, но тем не менее, это можно делать. Вот, ну и мы плавно переходим к вложенным словарям, да, то есть, так как у нас в качестве элементов словаря, обращаю ваше внимание, не ключей, а именно элементов, может быть любой объект, в принципе, в том числе другой словарь. Давайте сохраним информацию о фильмах, да, то есть теперь мы хотим хранить не только режиссеры и их фильмы, но хотим как минимум добавить год выпуска фильма, да, то есть уже наша структура, как бы предыдущая, уже не позволит нам хранить, да, поэтому мы должны создать вложенные словари. Давайте создадим словарь фильм, у которого ключом будет название фильма, а значением будет новый словарь, да, и там будут у нас уже лежать любые другие данные, на самом деле, в данном случае год, режиссер, можно список актеров, там, продюсеры и так далее, все что угодно уже в этот словарь положить. Вот. Соответственно, как обращаться тогда к элементам? То есть понятно, что мы сначала обращаемся по первому ключу, да, то есть это у нас, собственно, название фильма, а затем обращаемся уже по следующему ключу, уже второго словаря, вложенного, да, соответственно, в данном случае мы обращаем, мы пытаемся узнать год производства, год выпуска, выхода на экраны фильма, день независимости, да, и, соответственно, получаем 1906, в принципе, вполне ожидаемый ответ. Ну, в принципе, что еще про вложенные словарь рассказать? Ну, как красиво вывести на печать? Ну, я вот тут написал небольшую функцию, да, которая, собственно, печатает фильмы, да, то есть мы их будем красиво с отступами печатать. То есть стоит у нас это будет отступ, изначально он равен нулю для первого вложенности, то есть мы пробегаемся по items, то есть возвращаем кортеж значение, ключ значения, вот, выводим на печать key, да, с нужным отступом, да, то есть количество пробелов впереди, ну, для первого уровня это, понятно, будет ноль. Затем мы проверяем, является ли у нас значение словаря словарем, да, для этого есть функция isInstance, val, дикт, да, то есть мы проверяем, если val это у нас словарь, то, значит, мы рекурсивно вызываем функцию printfilm от значения и смещаемся на 4 пробела. Если же это у нас не словарь, да, то мы просто выводим это значение на экран, опять же, тоже смещенное. Давайте создадим эту функцию и запустим. Ну, и вот действительно такой достаточно красивый вывод, вот, да, то есть день независимости, дальше все остальные атрибуты выводятся со смещением, да, то есть год, его значение, режиссер, собственно, кто режиссер. Вот, достаточно такая простая функция, вот, для вывода на экран словарей. Вот. Ну, на самом деле, в принципе, мы с вами все базовые возможности словаря рассмотрели, понятно, что мы не все рассмотрели, но я хотел бы рассказать о дополнительных возможностях стандартной библиотеки, да, то есть то, что у нас есть с вами в питоне, но нужно подключать. А конкретно я хотел бы обратить ваше внимание на три дополнительных объекта, которые есть в модуле Collections. Давайте импортируем из модуля Collections. Counter, Chain Map и Default Dict. Чем хорош Counter? Да, Counter — это, по сути, словарь, но создается он не совсем так, как привычный нам словарь. То есть Counter принимает в себя любой iterable объект. Ну, давайте вернемся к задаче о подсчете количества, сколько раз каждый символ встречается, да. Давайте сравним, вот у нас было решение. Сейчас я его найду. Вот у нас решение, да, где мы, собственно, создали словарь, проверяем, заполняем и так далее, да, и вводим на экран, да, то есть 9 строчек кода, ну, с учетом комментария. И, соответственно, теперь используем Counter, да, создаем строку и создаем Counter на основе этой строки. И, в принципе, все. Давайте выведем D на печать. И, на самом деле, вот мы с вами получили, сколько элементов встречаются. Единственное, вы можете обратить внимание, что они отсортированы по частоте встречания. Чем элемент чаще встречается, то он стоит в начале, да, чем меньше, тем он стоит ближе к концу. Вот, соответственно, а дальше с этим Counter можно работать как словарем, да, только нужно понимать, что ключ — это элементы из отерируемой последовательности, а значение — это, собственно, то, что он посчитал, да, то есть если мы обращаемся к несуществующему ключу, то здесь никакой ошибки не будет, просто выведется ноль на экран, да, то есть у нас буквы S нету английской, потому что латинская, потому что у нас, в принципе, здесь нет латинских символов, но русская S у нас есть, да, и она встречается, как мы видим с вами, два раза. Вот, и, опять же, проверка наличия вхождения тоже работает. То есть это такой полноценный словарь, но достаточно специфический. Вот, у него есть еще есть пару полезных методов. Есть метод Elements, но его обязательно нужно в лист оборачивать, чтобы получить, собственно, из него данные, потому что он итерируемую последовательность просто генерирует, да, когда мы вернем ее в лист, он ее сразу все вычисляет. Что делает метод Elements? Мы просто получаем список всех элементов, да, причем, обращая ваше внимание, что каждый элемент встречается несколько раз, значит, он будет повторяться. Вот, элементы идут в порядке того, как они встречались в тексте, то есть мы встретили сначала большую S, вот она идет, дальше потом T, R, встроение 3 или 3, но R у нас повторяется 4 раза, поэтому здесь будет 4 R, ну и так далее. Вот, и еще очень полезный метод называется MostCommon. Он позволяет вводить наиболее часто встречаемые элементы. То есть если нам нужно вывести, например, букву, которая встречается чаще всего, да, то есть нам нужно тогда MostCommon от единицы позвать, то есть самый встречающийся, часто встречаемый элемент, да, один элемент вывести. Да, мы видим, что это буква О встречается на 7 раз. Можно вывести 5 элементов, ну, будет 5 и так далее. Ну, понятно, что при аккуратном использовании срезов, да, мы можем вывести и 5 самых редко встречаемых элементов, да, но обращаю внимание, что здесь приходится минус 6 использовать и итераться в обратном порядке, минус 1. Да, и, соответственно, вот мы получаем 6 элементов, 5 элементов с конца. Вот. Ну, и опять же, да, все это можно использовать на лету, да, питон позволяет все это передавать. То есть мы можем создать каунтер от объекта, сразу позвать MostCommon и вывести его на печать, да, и увидеть, что у нас буква А встречается 5 раз. Она самая часто встречаемая. Следующее, да, о чем я хотел сказать, но достаточно быстро, DefaultDict. Он отличается от стандартного дикта только тем, что мы указываем элементы, которые будут значениями. То есть в данном случае, опять же, применительно к этой же задачи, да, считаем количество символов, мы указываем int и, соответственно, по умолчанию, да, если у нас ключа нету, то DefaultDict сам будет инициализировать значения нулями. И поэтому, если мы пытаемся обратиться к элементу, который не существует, то DefaultDict его создаст и инициализирует нулем. Поэтому здесь проверка не нужна, а все будет происходить автоматически. Но, обращаю ваше внимание, что вот этот способ, да, это четвертый способ уже решения этой задачи. Этот способ самый медленный, да, то есть он работает на порядок медленнее, чем когда мы все сами вручную проверяли. Да, еще достаточно быстрый способ под аккаунтер, на самом деле. Вот. И еще один такой объект, точнее класс ChainMap, который дает возможность объединить несколько словарей вместе, чтобы они стали единым целым. Ну, такой коротенький пример. Да, то есть у нас есть четыре словаря. Я специально первый и четвертый сделал с одинаковыми ключами, но с разными значениями. Вот. И дальше ChainMap принимает в себя, собственно, любое количество словарей. Все. И дальше с ним можно работать, в принципе, как словарем, да. Допустим, мы хотим обратиться к ключу hood, да. Ну, на самом деле у нас два таких ключа, да, раз и два. Соответственно, что произойдет, да. Ну, на самом деле, чтобы понять, что произойдет, нужно вообще понимать, что делает ChainMap. Ну, давайте запустим код и увидим, что на самом деле сейчас у нас будет 500, да. Почему 500? Потому что CarParts, да, вот этот вот словарик, встречается раньше второго словаря. Если же мы их поменяем местами, да, при инститализации ChainMap, то, соответственно, у нас будет полторы тысячи выведено, то есть отсюда. То есть, на самом деле ChainMap, он не перезаписывает ключи, он именно хранит с себя все оригинальные словари и выводит на экран первый ключ, который он встретит, да. Соответственно, вот этот порядок достаточно важен. Да, давайте, в принципе, посмотрим, что выводит, ну, что будет у нас, если мы просто ChainMap увидим на экран весь объект. Да, на самом деле мы видим, что у нас здесь перечислены просто все словари, которые он получил на вход. Вот, это бывает удобно иногда объединить, например, опять же, да, при написании программы, если у нас есть параметры, которые поступают из, например, командной строки, а есть параметры, которые мы забираем из переменных окружения. Вот, и хотелось бы не перезаписывая ключи, тем не менее, их объединить. Да, как раз-таки ChainMap очень хорошо в этой задаче подходит. Вот, ну, на самом деле, наверное, это все, что я хотел сегодня рассказать. Прошу еще раз прощения за техническую неполадку в начале, я, честно говоря, даже не понимаю, что произошло. У меня просто не стартовала трансляция по той ссылке, хотя вроде бы я все запустил. Вот. Поэтому, если у вас есть вопросы, можете их задать, я на них постараюсь ответить. Вот, можете в чатике написать. Вот, если же вопросов нет, то благодарю вас за уделенное мне время, за то, что вы нашли вечером время, чтобы послушать этот данный вебинар. Всем большое спасибо. Все тогда, до свидания. Продолжение следует...